В Пятигорске накануне начал свою работу третий форум СМИ Северокавказского федерального округа. По традиции участниками мероприятия стали не только журналисты, но и руководители регионов, в том числе и глава Дагестана Рамазан Мзулатипов. Открыл пленарное заседание полпредпрезидента Сергей Меликов. Он отметил, что в работе образовательных, дискуссионных, экспертных площадок форума принимают участие представители более 150 СМИ. Три года назад форум СМИ Северокавказского федерального округа как раз и задумывался для организации диалога между масс-медиа, экспертным сообществом и властью. Эта форма работы не утратена своей актуальности, но она не является единственной и универсальной. Надеюсь, что и наш сегодняшний третий форум СМИ может стать тому подтвержден. Хочу вернуться к теме сегодняшнего пленарного заседания, медийному образу Северного Кавказа. Несмотря на все трудности, жизнь в нашем регионе продолжается. Более того, отвечая на вызов современности, мы совершенствуем среду нашего обитания, создаем условия для развития курортного дела, сельского хозяйства, промышленности. Безусловно, повышение инвестиционной и юридической привлекаемости наших регионов. И в значительной степени этому способствует работа СМИ, интернет-ресурсов и блогеров. Руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов выразил мнение о том, что именно масс-медиа могут и должны стать преградой на пути распространения радикальных идей, используя новые методы, разговаривая с аудиторией современным языком. Кроме того, Баринов задал вопрос главе Дагестана о его отношении к СМИ, которые выражают критику в адрес руководителей региона. Рамазан Булатипов, в свою очередь, пояснил. Если критика идет с точки зрения интересов республики, интересов людей, вопросов нет. Я, например, каждый день утром читаю газеты, и на газетах, в том числе разного рода оппозиционных и так далее, я пишу поручения министрам и так далее. Потому что эти газеты дают мне возможность увидеть реальность. Потому что человек, когда он руководитель, он окружен вот этим кабинетом, и у него очень мало доступа непосредственно к людям. И в этом плане, конечно, средства массовой информации могут поручить. Вы знаете, вообще хорошей средства массовой информации не бывает. Бывают ли объективные средства массовой информации, не объективные, как здесь уже говорили. Но мне кажется, что вот по своему опыту я скажу, когда я пришел в Дагестан, ситуация была крайне тяжелая, фактически шла такая тихая гражданская война, когда одна часть населения воевала против другой части населения. И меня очень сильно, убедительно поддержали федеральные средства массовой информации. И Первый канал, и Россия один, и московские комсомолицы, и ТАСС, значит, и ТАССовские, вот которые здесь выступали, да, они поддержали, первая часть. Вторая часть, то, что мы развернули позитивную программу, которую можно показывать. Мы отмечали двухтысячелетие дельгента. Очень много было вначале критика, шума, кама по этому поводу и так далее. Но в конечном итоге почти ведущие, почти все ведущие исследовательства массовой информации очень хорошо отработали эту тему. И эта тема стала позитивной темой. И нам удалось вытащить эту тяжелейшую проблему. И вы знаете, что и президент Российской Федерации, и представители правительства очень позитивно оценили ту работу. Дагестанские журналисты и дагестанские люди, в целом дагестанцы, они как? Они, когда я пришел, они наблюдали за мной. Со стороны. Получится, не получится. Через день меня снимали, через день меня награждали. Все было, понимаете? А вот сейчас я чувствую, что уже огромная часть населения и следствия массовой информации уже определились. И идет такая взаимная работа в интересах собой республики. Потому что сегодня облик республики изменился. И так же. Спасибо.